В год столетия героя Советского Союза Алексея Михайловича Духова на его малой родине в поселке Володарского открыли памятник танкисту. Война застала его всего лишь 20-летним парнем, но уже с июля 1943 года он командир легендарного танка Т-34. На Курской дуге Алексей Михайлович вступил в сражение с десятикратно превосходящим противником и одолел его. Был тяжело ранен, но сражался до тех пор, пока не потерял сознание. Дальше месяц в госпитале и снова в бой. Слушая историю этого героя, думая о нем, представляя себе картины тех тяжелых боев, это очень важно, это нужно, об этих людях нельзя забывать никогда. Имя Алексея Духова внесено в список танкистов АСО Второй мировой войны по числу побед, подбитых и уничтоженных танков и самоходных орудий противника. Всего высокого звания Героя Советского Союза удостоены 1049 танкистов. Снизу монумента гранитная звезда, а на ней настоящая лобовая броня Т-34. Чудом уцелевший еще со времен войны элемент танка, общим весом 1 тонна 200 килограммов, привезли из Ленинградской области. Нам помогли поисковые отряды, мы нашли лобовую броню от танка Т-34-76, ну и соответственно он лег к основу этого памятника. Самый узнаваемый элемент, самый легендарный танк Великой Отечественной войны. А еще броня специально расположена под углом 30 градусов. Все в точности, как на Т-34. Именно такой угол позволяет отлично рикошетировать снаряды. Всем спасибо, что нашли время подойти, подъехать. Алексей Михайлович Духов не только человек уникальной судьбы, смелый и волевой танкист, но и прекрасный семьянин. Отец трех детей и дедушка шести внуков. После войны он всю жизнь прожил на родной Володарке, работал на местной фабрике. Не хватает там их. Мы очень хорошо помним о них. Не хватает, просто не хватает, честно говоря. Все время вспоминаем. Папа был добрый, скромный. Дети его хорошо помнят. Одна из внучек Алексея Михайловича Татьяна Безубкина и сейчас живет в поселке Володарского. Женщина с теплотой вспоминает своих дедушку и бабушку. Всегда в квартире, где жил дедушка, всегда было много гостей. Очень часто приезжали однополчане. Вот это я прям помню из детства. Всегда было людно, всегда очень гостеприимно. И бабушка, и дедушка были. Каждое 9 мая многочисленная и дружная семья Духовых приезжает на кладбище к своему герою, а потом вспоминает его за общим столом. Теперь этот маршрут обязательно дополнится. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.